Вань, ну мы начнем тогда, наверное. Да, потихонечку? Вань, я не знаю. Спасибо, я не знаю. Ну да, что, давайте я еще раз повторю, да, для тех, кто подошел попозже. Мне бы хотелось, чтобы формат такой у нас был более теплый, дружелюбный. Более формальный? Да, более неформальный, и поэтому там... И мне так будет комфортнее и вам, да. Если есть какие-то срочные вопросы, требующие незамедлительного ответа, то, соответственно, давайте поднимаем руку и что-то я попытаюсь прояснить, да. Если нет, то тогда, если вопросы какие-то чуть более глобальные, тогда в конце, да, после моего выступления поговорим, пообщаемся, и я постараюсь ответить на все вопросы. Тема, да, заявленная в названии встречи ВКонтакте «Религия возвращается», она, ну, на мой взгляд, является в данный момент достаточно актуальной, я думаю, на ваш взгляд тоже, потому что всем понятно, да, что сейчас происходят и в мире, и в России такие процессы, да, о которых 40 лет назад, 50 лет назад ведущиеся социологи, ну, говорили о невозможности, о невозможности того, что происходит сейчас. Вот, собственно, на эту тему и мы подбеседуем. Мне бы хотелось бы как-то вот избежать, да, какого-то универсализма понятий, да, я противник любой универсализации, мы рассмотрим несколько примеров, да, как религия возвращается, да, где проявляется фундаментализм, да, как религия проявляется в политике и наоборот. Но каждый раз мне бы хотелось бы вот, чтобы все здраво оценивали, что каждый пример, никакой пример не является универсальным, да, никакие критерии оценки не являются универсальными, и каждый пример имеет локальную специфику и имеет временную специфику и так далее, и так далее, да. Ну, в общих чертах, да, мы будем говорить о секуляризации и о том движении, которое так или иначе и противостоит, да, об обратном движении. Ну, в первую очередь, конечно, говоря о секуляризации, мы должны прояснить, что это за термин такой, и в общих чертах это, мы понимаем, что это потеря религии своего места в обществе, да, это, говоря по-русски, ну, ближайший аналог этого термина, возможно, отмерщение, иногда говорят замерщение, но, в любом случае, это переход от общества регулируемого религиозной традицией к современному светскому обществу, да, этот процесс был описан множество раз в различных трудах социологов последние 250 лет, да, от Конта до философов 60-х годов, да, что неизменно общество становится светским, да, религия уходит как нечто иррациональное, как нечто несовременное, да, это вот такое, мы привыкли мыслить в этом позитивистском подходе, когда на смену религиозному этапу развития общества приходят метафизические, когда бог, да, какой-то конкретный бог заменен там природой или там чем-то бесконечным, непознанным, да, и на смену этому этапу приходят научные, когда все объясняется строго научным подходом, да, и в этом до последнего момента ни у кого не было сомнений до последних, скажем, леопедистов, ну, я имею в виду сейчас представители, скажем, политической мысли, да, и в середине шестидесятых годов, а шестидесятые называют, в принципе, эрой секуляризации, потому что, ну, повсеместно, даже в самых, казалось бы, неразвитых обществах, за счет, в таких обществах на Ближнем Востоке, в Африке, за счет тяготения к социализму, да, угнетенных масс, религия уходила даже в традиционных обществах, уходила на второй план. И как раз в 67-м году Питер Бергер, британский социолог, выпускает свою крупную работу «Священный занавес. Очерки социологии и религии», где он формулирует теорию секуляризации, да, которая, по его мнению, должна объяснить, каким образом религия, на смену религии должно быть и современное рациональное светское общество, и, соответственно, религия кануть в прошлое и никогда больше не возвращаться. Да, исходной ареной вот этой секуляризации, да, этого обмерщения, Бергер называет экономику, да, именно экономика под влиянием индустриализации, капитализации, экономика становится рациональной, да, и отрасли общественной жизни, которые близки к экономике, чем ближе они к экономике, тем скорее из них вытесняется вот эта рациональная религия и так далее. То есть за экономикой следует общественная жизнь, там, образование и так далее, и так далее. Чем ближе отрасль к экономике, тем скорее она обмерщается. Соответственно, происходит рационализация. Основным нервом этой рационализации является стремление к достижению наилучшего результата во всем, да, и естественно, что при достижении наилучшего результата все, ну, религиозные факторы, да, или другие рациональные факторы не могут, ну, никаким образом помочь. Да, происходит рационализация общественной жизни. Происходит рационализация политики. То есть политика становится рациональной, и крестовый поход уже, ну, государей и монархов никак не прелестит, если он не окрупится втрое, да. То есть никакими там, условно, идеями идеологическими, идеями высшей справедливости монархи и государи уже, ну, соответственно, не руководствуются, да. И речь идет только о достижении наилучшего результата, о, соответственно, о получении наибольшей прибыли и так далее, и так далее. И по мере рационализации и вот этого вот наступательного движения секуляризации религия начинает тоже функционировать по экономическим законам. Она начинает вести себя как товар на рынке, на рынке мировоззрений. И, соответственно, религиозные деятели начинают вести себя как продавцы. И, получается, такие, ну, достаточно любопытные модели того, как религию пытаются продать, да, на этом рынке мировоззрений. Происходит, скажем, ребрендинг, да, религия. То есть религия объявляется не просто, да, чем-то рациональным, она объявляется, например, национально-культурным достоянием. Да, и, соответственно, к ней уже предъявляются другие требования. То есть рациональная экономика, рациональное общество может принять такой формат религии, да, если, условно, если православие, если скажешь, что православие – это что-то такое, вот наш национальный код, да, часть нашей национальной ментальности, да, то в таком формате рациональное общество еще худо или бедно, но может принять религию, да. Дальше, другим примером у такого рационального, рыночного, скажем так, если можно сказать по применению к рынку мировоззрений, подхода является, например, то, что религия начинает пытаться искать свою нишу на рынке. Да, если раньше это было что-то такое большое, крупное, общественное, государственное, то теперь это становится частной жизнью людей. Допустим, что священник становится семейным психологом, условно говоря, примеряет на себя роль семейного психолога, и так далее, и так далее. Тоже одним из примеров является, например, экуминизм, попытка объединения церквей. Экуминизм – это движение за объединение церквей, изначально христианских, но в дальнейшем предпринимались разные попытки. Конечно, радикальных попыток объединения христианства с чем-то еще не было предпринято, но были попытки найти ту основу, тот фундамент, на котором такое объединение могло бы в теории иметь место. И вот этот вот экуминизм, он очень напоминает, как объединяются несколько маленьких брендов под одним сильным каким-то брендом, мощным, да, вот такой вот происходит, происходит вот такой вот, так сказать, вот такой процесс. И что еще характерно, начинается экуминизация внутри религии, да, вот эта протестантская богословская мысль середины XX века, она вся сконцентрирована на том, чтобы из Библии, из Библии, вообще из, так сказать, нутра христианской мысли исключить все сверхъестественное. Все сверхъестественное. Такова была теология Банхюфера, такова была теология Бультмана. Человечество повзрослело. Ему больше не нужны эти сказки, да, и все, что написано в Библии, следует воспоминять как аллегория. И возникает даже совсем радикальная теология, теология смерти Бога, теология смерти теологии. То есть, что движение, которое направлено, которое основным своим постулатом, говорит, заявляет совершеннолетие мира, да, что человечество совершеннолетнее, и, соответственно, религия, христианство, лечь идет сейчас от христианства, да, конкретно, христианство должно стать безрелигиозным, да, и это не, эта мысль не была совсем мысль, но вот этот период середины XX века, особенно в таких крупных протестантских деноминациях, как лютеранство, англиканство, он вот как бы носит именно вот это направление рационализации. Но, загоняя себя в рамки этой рационализации, религия, тем не менее, начинает ускорять секуляризацию еще сильнее, потому что ее объяснение мира так или иначе проигрывает научному объяснению. На этом рынке мировоззрений она не может выдать, по мнению Бергера, конкурентоспособный товар, и, соответственно, она уступает свое место так или иначе, ускоряя своими попытками, как выбраться из этой трясины, да, она тем самым еще сильнее увязает в ней, и уступает свое место научному этапу развития общества, совершенно светским государством, да, светскому обществу и так далее, и так далее, но что-то пошло не так. И хорошо, когда социолог живет долго, да, и Бергер, кажется, он до сих пор жив, ну, долгого ему здравия, да, когда социолог живет долго, он имеет возможность сам себя опровергнуть. И так и случилось, потому что, начиная с 70-х годов, происходит несколько, несколько явлений, которые свидетельствуют о том, что такое поступательное движение, которое он написал, оно может иметь обратный вектор. Сказать по правде, это не первый подобный случай, когда, да, когда, казалось бы, уже в секуляризованном светском обществе начинается обратное движение. Античный мир знал подобное движение, когда, соответственно, вот эта вот древнегреческая красивая мифологическая религия, да, политеизм древнегреческий врождался в гражданские культы. Совершенно светское общество, да, в котором уже, конечно, никто не верил, что какие-то боги живут на Олимпе, вступают друг к другу в какие-то там отношения, да, подобные человеческим. Да, и, ну, совершенно, это была просто часть ритуала, вот эти вот протомистерии, да, которые, там, культы полисов, да, греческих, когда, там, собираются вместе. Полисы, да, общество полиса свободное и приносит какие-то жертвы. Да, это все воспринималось только в свой образ рациональной позиции, просто как нечто культурообразующее. Да, но вслед за этим приходит эролинизм, когда снова в общество возвращается мистика, когда под влиянием Востока появляются, там, ну, совершенно, когда под влиянием египетской религии, и при влиянием ближневосточных религий, вера снова играет важную роль в жизни людей, появляются, там, дионисийские мистеи, эвсинские мистеи, то есть даже верхи общества, даже, казалось бы, просвещенная ее часть, начинают вовлекаться в этот религиозный процесс, да, то есть, конечно, это, в основном, занимало частную жизнь, то есть, в основном, это концентрировалось в частной жизни. На какую-то общественную, крупную, это арену так и не вышло, но, тем не менее, показательно то, что процесс обратный происходит, да, то примерно так же было в Древнем Риме, да, когда тоже, естественно, уже не о каких богах, там, а о серьезной вере в Юпитер, Цереру, да, или кого-то еще не шла речь, был номинальный культ гения-императора, да, условно такая вот религиозная система, как бы религиозно-гражданская система, что, ну, каждый мог продемонстрировать свою лояльность, гражданин Рима мог продемонстрировать свою лояльность, в каждом городе находились определенные, да, определенные кайпища, где заседали авгуры, да, жильцы, и гражданин, просто продемонстрировав свою лояльность, мог вожечь посла, поддать сестерцы авгуру, которые во славу императора, гранулу Ладана мог воскурить, да, и, ну, затем на смену этому приходит христианство, то есть мощное религиозное, с мощной мистикой религиозное движение, да, которое занимает, опять же, даже вовлекает в себя даже при религированное, даже высшие слои римского общества, да, и вот именно в этом был основной конфликт. Рим терпел различные религии, да, то есть, в принципе, он отличался, римское законодательство отличалось достаточно широким религиозным, достаточно высоким уровнем религиозного клюраизма, и, ну, вот этого, то, что, и, допустим, вот приходит христианин, да, проходит мимо того же авгура, да, или оказывается в ситуации, когда он тоже должен воскурить, да, продемонстрировать свою гражданскую лояльность, воскурить вот эту гранулу Ладана, да, на что христианин, да, мог сказать, ну, а, знаете, а вот я вот в гении императора не верю, да, ну, а в гуру ему тоже сказать, да ладно, я тоже не верю, все нормально, это, ну, просто часть нашего, ну, часть нашего, нашей ментальности, ну, на что христианин, да, первые, христиане первых веков, да, так или иначе, мировоззрения которых основаны на самопожертвовании, да, они, нет, нет, что вы, я не верю, да, и, ну, со всеми далеко идущими для него последствиями, да, что это означало нелояльность, да, государство, ну, и имело определенный итог, да, о котором мы все знаем, да, то есть на таких примерах можно показать, что уже существовали, да, какие-то обратные секуляризации процесса. Ну, секуляризация 2-го и 20-го века, она носила более широкий характер, она носила более разнообразный характер, она включала в себя не только частную жизнь, она начала включать в себя общественную жизнь, общественную жизнь целых континентов, да, и было несколько примеров, как вот, как религия возвращается в нашу жизнь, как религиозный фундаментализм или псевдофундаментализм возвращается. Я перечислю несколько из них, на каких-то остановлюсь подробнее, да, а каких-то, ну, ввиду их как бы специфики достаточно далекой от нас Я не буду конструировать внимание, но если интересно, потом, может быть, после выступления на эту тему пообщаться Ну, в первую очередь, это триумф теологии освобождения в Латинской Америке, да, это широкое движение внутри католической церкви Которая традиционно приписывает так называемому христианскому социализму, когда группа латиноамериканских священников, да, пошла в политику с позиции защиты угнетенных, с позиции защиты бедных, да, и основным постулатом теологии освобождения являлось то, что Христос это Бог угнетенных И действовали они, соответственно, они заявляли, что христиане должны использовать данные им природные таланты, да, должны использовать для достижения, для достижения своих религиозных целей, своих гражданских целей, да, достижения науки и так далее, и так далее Формула, основная формула, которую дали нам представители теологии освобождения, среди которых, среди важнейших ее представителей были Густаво Гутиерос, братья Леонардо Гутиерос был перуанцем, Леонардо и Клодорис Бофф были бразильцами В общем, была форма вера плюс угнетение равно освобождение Так, как говорил тоже важный представитель теологии освобождения, подлинное эпифание, подлинное явление Слова Божьего, это крик бедняка, я хочу есть Да, и действовали они, исходя из этого, исходя из этого посылом, они участвовали в сапатистском движении Представители теологии освобождения участвовали практически во всех, сколько-то ни было заметных политических движениях, социалистической окраски в Латинской Америке Оскар Ромеро в Колумбии, известный католический священник, был убит правыми боевиками Угачалес, опять же, тоже много раз высказывал свое мировоззрение, показывал свое мировоззрение, на которое, как мы видим, оказывало сильное влияние теологии освобождения В своих выступлениях он говорил, кто был подлинным капиталистом, Иисус, защитник угнетенных, социалист настоящий, борец с империализмом, Иллиуда, капиталист, принявший 30 серебряных монет Сэн Хантингтон, также британский социолог, говорил, что впервые в истории католическая церковь стала фактором демократизации чего бы то ни было Это немыслимо было до этого, что католическая церковь, такая костная, до мозга кости организация, до второго Ватиканского собора, где хоть какое-то движение к либерализации до середины 20 века Она впервые порвала с этим реакционным, с чем-то своим грузом, вековым реакционным И впервые стала фактором вот этого революционного движения, фактором освобождения людей, или, по крайней мере, борьбы за это Конечно, можем с этим согласиться, но можем и сказать все-таки, что это была всего лишь небольшая часть католической церкви К сожалению, это движение не получило дальнейшего развития, где-то наверху католическая церковь, католическая церковь, строго иерархично И такое движение, даже теология освобождения, было прямо или после насуждено И одним из оппонентов теологии освобождения был Йозеф Рацангер, будущий Папа Римский И он писал труды против этого, и даже были попытки католической церкви запустить обратно теологию умиротворения То есть, ну, такую чисто типичную реакционно-уплетательскую систему, которая бы назад повернула, так сказать, верующих Которых в Латинской Америке назад в то комфортное стойло, если так можно сказать, в котором они находились до этого Другим важным моментом, к которому мы можем судить, что религия возвращается во второй фронт XX века Например, можно назвать взаимоотношения римской католической церкви и движение «Соведавность» в Польше То есть, что произошло в этом мире такого, что профсоюз взаимодействует с католической церковью, чтобы бороться с коммунистической партией Что пошло не так за сто лет? Скажите сто лет назад революционеру за сто лет до этого, в конце XIX века, что католическая Что Папа Римский будет выступать на стороне профсоюза для борьбы с коммунистической партией, он сочтет сумасшедшими, наверное, того, кто это скажет Конечно, мы не можем сказать, что это движение было религиозным, оно было политическим Понятно, какое направление католическая церковь взяла в данном вопросе Одной рукой она выступала против теологии освобождения, а другой рукой точно поддерживала профсоюзы в Польше Ну, тем не менее, да, тем не менее, ну, понятно, что основной причиной этого был Карл Байтыва, да, папа Римский, поляк, да, который особо, судя по всему, тепло относился, да, к своей родине, и так далее, и так далее Но, тем не менее, мы можем вот и на этом факторе, да, сказать, подтвердить как бы наш тезис Другим важным моментом было влияние религиозных протестантских фундаменталистов на политику США Говорят, что это началось с Рейгана Многие исследовали, что это началось с Рейгана, когда напрямую протестантские проповедники стали участвовать вот в этих вот Мы часто видим в фильмах вот эти марафоны, да, телевизионные марафоны где выступает протестантский пастор, евангелик, да, и, ну, призывает вас там, жертвовать на то, жертвовать на то исцелись в Мойсе и так далее, и так далее. Да, и вот эти вот евангелики, они вошли в политическую жизнь. По правде сказать, это движение началось еще с Никсона. Был такой мощный протестантский проповедник Билли Грэм. И Никсон во многие своих выступлениях был глубоко с ним аффилирован. У них проводились совместные ток-шоу, совместные пресс-конференции и так далее, и так далее. А американский протестантизм евангелический, я сейчас говорю про малые деноминации, не про европейских протестантов, крупные немецкие, ветеранские церкви, а про так называемых харизматов американских, он очень сильно аффилирован с бизнесом. И мы знаем о существовании косметики, МВА, и о подобных, которые так или иначе контролируются вот этими протестантскими консервативными кругами. И, соответственно, бизнесу, как известно, выгодно поддерживать, да, какие-то вот такие охранительные, консервативные силы, да. И в этом плане они, эти протестантские проповедники выступали, конечно, всегда, выступали на стороне республиканцев. Они выступали на стороне республиканцев при выборах Рейгана, обоих Бушей. И в конечном итоге их лидеры, их лидеры вошли в так называемую чайную партию, да, консервативную, вот эту консервативную фракцию начала десятых годов, там, в районе 2010 года. И, в конце концов, они влиялись в движение крампистов. И что характерно, вот эти протестантские движения, да, политические, консервативные, они начинали, стали объединять вокруг себя еще и консервативные круги других религиозных направлений. То есть вот она, да, бесконечность, где сошлись параллельные идеологии, да, или римской католической церкви, или даже артодоксальных иудеев. То есть было немыслимо еще, там, 50 лет назад, что протестанты будут, наверное, в каком-то формате взаимодействовать с иудеями, да, артодоксальной вот этой тоже сложной, консервативной, такой замкнутой системой артодоксального иудаизма восточного побережья американского. Но вместе все они неожиданно стали взаимодействовать. Это движение получило название «Новое религиозное правое» и оказывает существенное влияние на американскую политику. Какая-то такая попытка сформировать такое движение существует и в России. Ну, мы немножко про Россию чуть попозже поговорим. Но в России оно носит такой, достаточно специфический характер, вот эта попытка создать новых религиозных правок, когда мы видим в общественной палате, например, заседают вместе, да, там, скажем, муфтии и православные священники. Даже есть попытка привлечь туда, там, лидеров-пятидесятников или партистов, да, что выглядит достаточно странно, как и любая практически государственная инициатива, да, современная. Выглядит немножко, ну, не знаю, претенциативно, ну, не то, что будет глупо, но как-то, в общем, как что-то очень, очень неестественное. Да, и, наконец, вот мы добираемся к самому мощному, да, здесь секуляризационному движению, да, это исламское движение. Исламское движение, чрезвычайно, неоднородно. Да, мы рассмотрим его на трех примерах, я пытаюсь кратко рассказать о каждом из них, каждый имеет свою специфику, это, условно, Турция, условно, Иран, условно, арабские страны, да. Начну с Турции, где, как мы знаем, да, сто лет назад Мустафа Акималь попытался построить светское секвализованное общество, достаточно жестко, но достаточно эффективно. Вплоть до запрета наношения фесок, до реформы алфавита и так далее, и так далее. Фактически, в 20-е и 30-е годы турецкие женщины получили равноправие, да, и так далее, и так далее. Ну, в общем, было, с нашей точки зрения, наш единомышленный мир было сделано очень много позитивного, да. Но вся последующая история Турции, примерно сто лет, это планомерно, а как назад. И Бергер в своей статье, вот, в своей статье 2008 года, о Secularization Placified, объясняет, каким образом это происходит. Существует, я попробую так, ну, если непонятно, у нас нет в доске, я попробую показать это таким образом. Существует там Карам, да, университетский промышленный центр, столица Кимали, вот этой, кималийской Турции, светской, абсолютно, да, образованный. Существует вот город Карам, да. Вокруг нее находятся села, где по преимуществу живут люди, так иначе, связанные с, ну, их мировоззрением глубоко, репертизно. Существует мазман есть, можно повесить и там почерпить, может быть. Слушай, ну, мне не так сильно прямо нужно. Ну, если как бы, если трудно меня понимать, я могу на телефоне показать, да. Вокруг нее мусульманские деревни, да. И Анкара, понятно, что Турция, ну, все-таки, на совершенно разном государстве, в Турции развивалась помышленность весь XX век. И Анкара, по мере развития, ее англомерация начинает включать в себя вот эти деревни мусульманские. И в какой-то момент мэром Анкары выбирается мусульманин, потому что критическая масса вот этих людей, традиционным, религиозным, мировоззрением становится такова, что они могут себе выбрать мэра-мусульманина. И, соответственно, уже Анкара нынешней представляет себе не совсем другое, да. То есть она, если мы посмотрим на ее ландшафт, она практически полностью покрыта минаретами, да. То есть происходит вот такое движение. Или, например, очень интересно, когда бываешь в Стамбуле, ну, Стамбул город, разделенный по спорам на две части, да. И причем вот эти, причем условно западная его часть, да, она, ну, не целиком является местом, где живут светские, да, турки. Но все равно так или иначе светские турки стекотеют в западной части, а религиозных восточных. И восточная часть Стамбула, она как раз вот покрыта этими богатыми вилами вот этих вот мусульман, да. Кем может быть светский турок? Кем он может работать? Он может быть учительный, инженерный, да. Он может получать вот там 800-900 евро, и он не будет очень состоятельным, да. А вот эти вот крупные мусульманские бизнес, да, вот этого восточного Стамбула, не стесняются своего богатства, да, своего показа. И вот уже девушки из светских семей сами одевают хиджаб просто, чтобы казаться, казаться богаче, да, условно говоря, да, казаться, казаться принадлежными вот к этой, условно говоря, элите. Вот такие интересные как бы процессы, да, это тот случай, как бы, ну, и, соответственно, да, мы говорим сейчас об ардогановской партии, а партической части и прогресса, да, кажется, произвести прогресса, да, который, в принципе, который вот является основным двигателем вот этого вот здесь эквилизационного движения. На Балканах, в зоне влияния Турции, да, где когда-то располагалась Османская империя, да, сейчас можно повсеместно встретить, помимо турецкого капитала, да, то есть турецкие фирмы и так далее, строительство мечетей, которые там происходят, оно все целиком финансируется из Турции. То есть такое мы можем наблюдать, как бы, смычку религии и бизнеса в экспансионном плане. А вы же что-нибудь прессовать захочешь? Да, спасибо. Там пролюбил. Спасибо. Ну, я, наверное, уже все прессовал, свое, да. Соответственно, вот такая любопытная модель, да. И говоря об Эрдогане, да, и вообще об этом управлении в турецкой мысли, которая особенно громко заявила о себе вот в конце 90-х, да, и начали на нулевых, и продолжает заявлять о себе, это тот случай, когда религиозный фундаментализм использует демократические механизмы. То есть мы можем по-разному относиться к Эрдогану, да, к этому управлению мысли, к религиозному фундаментализму. Это тот случай, когда светские, какие-то светские силы проигрывают на своем поле, потому что, соответственно, вот это вот фундаменталистское движение, оно использует те механизмы, которые, по идее, должны служить совсем другим целям, да. Другим примером, вот такой вопрос, да, конечно. Да, что ты Эрдогана заговорил, мне почему-то казалось, что там как бы общее его направление, это не вот исламизм, как фундаментализм назвал, а вот фантуркизм. То есть там гораздо больше степеней, как мне казалось, там именно национальная идея в этой политике появляется, чем религиозная. Ты знаешь, я... Она не как бы связана, понятно, что это смежная область, но как ты это комментируешь? Ты знаешь, я оба не соглашусь, на самом деле, с тобой, потому что в курсе, вот да, известно там, ну, допустим, условно, три направления мысли, мне всегда нравится, да, ты разбираешься в футболе, насколько я помню. Мне всегда нравится говорить об этом, в таком ключе есть, в Стамбуле есть три футбольные команды, Бешикташкин, Бахчей и Сарай, да, и, соответственно, мне часто объясняли, да, что вот это три турецких направления мысли, и ни один из них, ни слабисты не болеют за, слабисты не играют в футбол. Бешикташкин, например, Арктическая команда? Да, Бешикташкин, Арктическая, например, Бахчей, вот эта вот национальная банк тюркистская, вот эта идея военного турецкого, та идея, которая используется в ума, вот эта, вот турецкие военщины, да, кровавые, вот это и есть пантеутизм, да, вот то, что в голове эти военные, и они, соответственно, это Ардаганов Яра антагонист, то есть, ну, и условно, Галатасарай, да, команда привилегированных либерал-демократических кругов Стамбула, да, ну, вот я обычно на этом примерю, вот так вот, три направления турецкой мысли, да, если вынести исламизм, то сколько, и они все антагонисты по отношению их друг к другу, но еще в большей степени по отношению к исламизму. Исламизму, да, как бы, Эрдоган, идея Эрдогана не строительство все-таки пантеутизмского государства, эта вот идея такая, знаешь, тоже очень важная в турецком обществе идея, вот эта, молодо турков, да, идея строения турецкого мира, который бы от Саян до Вены, там, да, условно, ну, Сон, да, как бы, он с Валерии не от границ, да, да, хоть куда, а, может, буду в Украине от Карпата до Сахалина, да, то есть, вообще, ну, бесконечно. Да, 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 да. И она действительно присутствует в турецком обществе, но Эрдоган, насколько я понимаю, все-таки ему ближе, его сердце враги идеи халифата, да, потому что изделие о создании Османской империи, да, такого традиционалистского общества, религиозного, где, где, как известно, да, Султан был еще халифом, да, защитниками всех правоверных, вот, это то, что Эрдогану очень, видно, снится по ночам, да, ну, вот так или иначе, ну, не знаю, мне кажется, ответственный вопрос. Дальше переходим к Ирану, да, Иран тоже очень интересный, очень интересный кейс, как бы, да, в плане цивилизации. Там случилось, мы знаем, что в Константинитетах там случилась, произошла исламская революция, да, исламская революция, которой не ждал никто. Питер Бергер, будучи в 1976 году в Иране, он рассказывал, что он общался с представителями разных интеллектуалов, которые были марксисты, либералы, кто угодно, и каждый раз услышал одно и то же. Все, режим Шаха, да, а там, ну, если, как бы, кто-то не знает, там, да, был, там, так называемый режим Шаха, да, то есть Иран был абсолютно светским государством, с такой персидской национальной идеей. Если мы посмотрим фотографии, ну, все видели, наверное, в пабликах эти старые фотографии Ирана, где девушки в коротких юбках, без платков, и так далее, и так далее, где в кино показывают порнографию, и, ну, масса всего, масса всего, что, в принципе, что могло бы вызвать неприятие, да, традиционное исламское общество. И вот Бергер в 76-м году посещает Иран, и общается с представителями левых, правых, сил, ну, каким-то образом, там, с ними взаимодействует, и каждый раз услышит одно и то же. Все, режим, срок режима Шаха отмерен, все, а мы уже буквально делим места правительстве, да, вот сейчас вот-вот Шах падет, произойдет революция, и мы там посмотрим, кто победит, марксисты или либералы, да, Собственно, очень похоже на то, что происходит в России, да, потому что мы все знаем, да, что срок режима уже отмерен, но в грядущем поправительстве мы свои портфели поделим, да, и там происходит все то же самое, и в дальнейшем, в дальнейшем, получается, развивается то мнение, которое никто не ожидал, да, происходит исламская револиция, они не оценили фактор религиозного фундаментализма, да, и этот фактор религиозного фундаментализма был по-настоящему, именно, срывной характером, он был по-настоящему опасен, он был очень сильно недооценен. К власти пришли, ну, пришел режим Айтол, да, который существует в Иране до сих пор, да, 80-е были сложным временем для Ирана, Иран участвовал в правительнейшей войне с Ираком, ну, соответственно, санкции были введены в 90-е против Ирана, но, тем не менее, так или иначе, фундаментализм, если так можно сказать, Ирана, был несколько прогрессивным, и вот уже мы видим, что Иран там один из центров мировой математики, да, и основная идея этих вот Айтол, да, этих вот теологов, да, богословов, которые находятся у власти в Иране, это то, что нужно двигаться не назад к Корану, да, а вперед с Кораном, то есть, брать все лучшее от современного общества и использовать это для достижения своих религиозных целей. Вот так выглядит подлинный фундаментализм. Подлинный фундаментализм, он опасен тем, что это не подлинный фундаменталист, это не мужик в чадре, да, который в пустыне воюет там палкой или саблей, да, это современный человек, который использует все средства современного развитого мира для достижения своих целей, своих реакционных, своих фундаменталистских целей. Ну вот, таким, этим характеризуется вот как раз иранская модель вот такой, здесь эквилизации. И третьим, последним, это, конечно, арабская модель, которая имела место в арабских странах, да, в арабских регионах, да, если, нам можно понимать, какую нишу занял вот этот религиозный фундаментализм в арабских странах, да, если мы возьмем программу организации освобождения Палестины 70-80-х годов, то мы поймем, что это практически идейно близкая, да, то есть это, ну, абсолютно львацкая организация, да, но если мы смотрим на организацию освобождения Палестины сейчас, то, в принципе, у нее есть все черты исламизма, да, то есть, вот можно так сказать, что по мере ослабления, да, по мере того, как социализм на Ближнем Востоке терял свое влияние, да, а, к сожалению, немалым, немалой причиной тому послужила политика Советского Союза в Афганистане, да, эту нишу стал занимать религиозный фундаментализм. Да, и, наконец, ну, мы сейчас возьмем, еще раз ставим за скобки, выносим за скобки вариант Индии, да, где тоже на последних партиях, так называемая партия BGP, Гаратия, Джоната партия, да, религиозная партия, основой идеологии, которая является, так называемая, хиндутва, то есть индускость, да, ну, грубо говоря, или как у нас в интернете назвали, я русскость, да, вот основой этой идеологии является фундаментом данной вине, она практически в наборах индийских парламентов чуть ли не 30% голосов, да, получила, и мы знаем, там, по произведениям, допустим, Салмана Ружди или, там, по многим другим источникам, да, можем судить о том, что индуистский фундаментализм столь же опасен, как и любой другой, и не менее ишлейф, то есть каких-то преступлений за ним тянется, то есть, где угодно, в Кашмире или на границе Бангладеша и Индии за ним тянется, то есть совершенно немало, да, учитывая то, что мы, говоря об Индии, мы всегда говорим о масштабах, да, совершенно других, да, там, где мы говорим о десятках людей в Европе, мы говорим, да, о тысячах, сотнях, тысячах в Индии, соответственно, это принимает действительно угрожающий характер. Ну и, соответственно, переходя к России, что мы можем сказать, да, что, действительно, по вопросам в ЦИОМа, например, с 1991 по 2012 годы религиозность россиян увеличилась в 2,5 раза, да, и вот мы уже видим такие религиозно-экстремистские организации, да, как, ну, например, хорошо известные нам Божья Воля, да, и 40-40, но они не одиноки, у них были предшественники, у них была в целях 50-х заключается общество память, да, или с алисурского народа до революции, да, но всех их объединяло то, что все они могут служить отличным примером псевдофундаментализма, поскольку-постольку они, за ними не стояло никакого сколько-нибудь значимого богословия, они все, они все являлись продуктом вот этого вот, вот это вот заскорузлый, консервативно-хранительный тенденция в Российском, да, в Российском, в Российской империи, да, или в Российской Федерации, они выполняли вот эту роль цемента, вот это вот, одно из духовных скреп, да, как бы, и сколько-нибудь осмысления философского этих движений, ну, не происходит просто потому, что они искусственные, они, можно сказать, что они спущены сверху, да, и, допустим, ну, условно говоря, что из последних таких богословских вот этих вот маргиналий можно выделить, там, движение, допустим, царебожие, да, которое заявляет, которое постулирует то, что Николай Романов, да, умер, был расстрелян за грехи России, тем самым скупил ее грехи, да, Игорь? А вот в случае Божьей воли нельзя говорить, я просто на само движение не смотрел, но вот если выделить Энтео, да, нельзя сказать, что это все-таки копия американского либертарианства религиозного, нет? Слушай, ну, на самом деле, часто он ведет себя действительно, ну, такую модель поведения, действительно, такую американскую. Он пишет в Твиттере о том, что, собственно, это, да не только в Твиттере, во многих интервью звучит, Библия, оружие, капитализм. Слушай, честно говоря, вот, я тебе честно скажу, что этого я не читал, и я этого не знаю, но, действительно, Энтео перенимает такие, ну, вообще, все это движение, например, движение пролайферов, да, в России, оно, естественно, смотрит на своих американских собратьев, да, и перенимает все оттуда, ничего нового. Ну, это вопрос о том, есть фундамент или нет, то есть? Ты имеешь в виду фундаменталиста или нет, мне кажется, он хотел... Ну, фундамент, если этот фундамент, то есть, типа, и заимствованный у Аль-СССР, да, допустим? Ну, в смысле, в чем вопрос? Ты говорил о том, что у них нет фундамента в этих альфинтах. Нет, я не говорил, что они не имеют фундаменталистами. А, богословского фундамента? Ну, я не знаю, сколько значим богословского фундамента, но если ты говоришь о том, что Библия – оружие капитализма, не знаю, если в дальнейшем это получится, получится какое-то осмысление, ну, то есть, развитие этого нормы, мы соберемся еще раз, я скажу, что вы не правы. Но пока я, честно говоря... Ну, даже если мы сравним с теологией соглаждения, на тему которой было написано, то есть, громадное количество трудов, да, или там... Ну, я же не говорю про американских коллег МТЭО, которые выпускают там минуты по книжке про то, как хорошо защищать эмбрион. Ну, ничего подобного в России, ну, ничего подобного здесь такого развития, такого осмысления не получают. Может быть, что-то изменится. Об этом я и говорю, когда я говорю о том, что это очень опасное явление, и стоит его недооценивать, да. То есть, понятно, что эти все движения, ну, так или иначе, можем по косвенным или прямым признакам следить, что они питаются от государства, да, и, ну, рано или поздно, может случиться так, что государство потеряет над ними контроль, да, что они станут настолько сильными, что мы, что дальнейшее развитие общества пойдет по иранскому, да, сценарию, например. Ну, в принципе, я думаю, что, конечно, на сегодняшний момент мне лично не видится. Я, ну, как говорится, за плюрализм, я не претендую на истинную последнюю ситуацию. Мне кажется, что это все-таки псевдоконименталистское движение, которое просто питается государством и поддерживает такие консервативно-хранительные тенденции. Не знаю, как будет дальше. Посмотрим. Не знаю. Трудно сказать. Так, а на чем я выстремлялся? На чем я перед этим говорил? А, ну, Россия. Ну, в принципе, да, развивая эту же мысль, да, о царевожниках, по-моему, я говорил, о том, что, да, что Николай Романов искупил, соответственно, грехи России, да, своей смертью, тем, что всех простил, да, и, соответственно, вот это все выливается, да, в прославление, чрезмерное прославление Николая Второго как Святого, и так далее, и так далее. Ну, официально церковь, насколько я понимаю, это движение сейчас осуждено, но церковь, это очень сложно, особенно православная церковь, это очень сложный организм, да. Это по поводу этого. Там же сейчас РФЦ против фильма Матильда, ну, собирает подписи, чтобы его запретить, потому что они, как бы, образ святого. Ну да, 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 окей, и с этим связана еще одна тема. Есть такая замечательная группа Бонни М. Бонни М же, да, Женя, и у нее есть песня «Распутин», и там «Распутин» и «Lower of the Russian Queen». Так она святая. Подождите, что это такое еще, да? Ну, это, по-моему, я могу, если, как бы, если нас когда-нибудь увидят наши оппоненты, да, в интернете, то я могу подсказать еще такую вот идею для... Ну, вполне возможно, храм общества Спасителя, это такая история интересная, да, то, что она, как бы, формально, не знаю, как на сегодняшний момент, но на момент известной акции, да, он, насколько я понимаю, не был в юрисдикции непосредственно Русской Православной Церкви, все-таки был в юрисдикции Мэрии, да, поэтому, как бы, там могут устраивать вполне себе... Ну, насколько мне известно, корпоративы там проходили за ним регулярность, не знаю, как сейчас, но... А почему на корпоративе не спеть вполне? Хорошая группа, хорошая песня. Вот. Соответственно, ну, подходя к финалу, да, моего выступления, да, я хотел бы подвести несколько итогов, да, и высказать несколько мыслей, которые, мне кажется, важны, которые, как мне кажется, важно было озвучить, важно озвучить, да, и которые являются, как бы, почвой для размышлений. Первое, что, как я уже сказал, да, не стоит недооценивать, недооценивать религиозные деятели, религиозный фундаментализм, да, религию, как таковую. Все-таки мы, в Ютле, думать о мире в формате бинародных оппозиций, да, доброе-злое, светло-темное. На самом деле, современный мир функционирует с всем другим законом, да, далеким от этого, он гораздо более противоречив, да, и... Мы, конечно, можем, да, в розовых очках, как я уже говорил, вас даже молится ждать, пока все фундаменталисты, наконец-то, станут материалистами, но, скорее всего, обозрим в будущем, этого не случится, не знаем, что случится дальше, да. Это первое, первое, о чем хотелось сказать, да, и другой тезис, да, другой читал тезис, да, в принципе, сам Бергер в свою вот статью Secularization Placified 2008 года подводит, что, как бы, вытекающее с первого, что современность — это не всегда секуляризация, но это всегда популяризация. То есть в современном обществе будут разные точки зрения, да, и они всегда будут в разных обществах, и это нормально. То есть, наверное, все-таки не стоит, да, рассчитывать, что это наша точка зрения или точка зрения наших оппонентов, да, когда-либо станет доминирующим. Скорее всего, пока общество будет разным, пока общество будет современным, они будут разные точки зрения, да. И единственное, что заглянулся в ваш паргалку. Так, 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 и что я еще не сказал. А, и информация к размышлению, да, просто, как бы, как еще один дополнительный итог. Нам нужно всем вместе, я имею в виду сейчас присутствующих в зале, там, да, активистов, и просто участвовать в социалистических каких-то движениях, да, лево кругов, чтобы подумать, какую нишу заняла религия, да, в обществе, в умах людей, не в религии, которую мы могли бы занять, которую мы оставили, да, вот. На этом, как бы, на этом открытом вопросе я хотел бы закончить. Спасибо за внимание. Благодарю.